В полицию Суриска продолжают поступать заявления граждан о том, что мошенники действуют от лица сотрудников правоохранительных органов и вводят граждан в заблуждение. Так 75-летней женщине позвонил уже сотрудник полиции и сообщил, что ее дочь попала в ДТП. И чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо передать 190 тысяч рублей курьеру. Испуганная пенсионерка выполнила все условия звонившего. Отойдя от шока, она перезвонила дочери, которая сообщила, что с ней все в порядке. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Суриску в ходе оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий установили личность и задержали злоумышленника. 24-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, проживающего во Владивостоке, доставили в отдел полиции города Суриска для разбирательства. Полицейским задержанно рассказал, что нашел объявление о быстром способе заработать. На его мобильный телефон поступали сообщения с адресами в городе Уссурийский, куда необходимо было пребывать в назначенное время в качестве курьера и забирать приготовленные пенсионерами денежные средства. Подозреваемый дал признательные показания еще по двум эпизодам противоправной деятельности. Пострадавшие еще две пенсионерки, обманутые по аналогичной схеме. Общий материальный ущерб, причиненный троим пожилым жительницам города Уссуриска составил 490 тысяч рублей. В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого изъято 280 тысяч рублей. Следственным подразделениям отдела МВД России по городу Уссуриску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество, совершенное в значительном размере. Полицейские устанавливают личность организатора противоправной деятельности. Расследование продолжается. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.